Друзья, всем привет! Меня зовут Калинина Татьяна, и вы на канале Школы Астрологии Ашвини. Сегодня мы с вами начинаем очень интересный цикл передач о том, как ведет себя планета Раху и Кету в разных домах гороскопа. Раху и Кету — это очень важная часть трактовки натальной карты, потому что планета Раху показывает кармические задачи человека, его нацеленность в этом воплощении на определенную тему или сферу жизни, и также то количество иллюзий и каких-то ожиданий, страсти, которые человек будет испытывать по отношению к этой теме. Что такое Раху? Раху — это отрубленная голова демона, который попытался выпить весь напиток бессмертия, который был положен не только ему, но и всем полубогам и всем демонам Вселенной. Как только очередь дошла до демона Раху, он попытался выпить все, не оставив ни одной капли, за что он был убит и расчленен на уровне шеи. Из-за того, что напиток бессмертия уже проник в тело через шею, он остался живым, но расчлененным на две части. Раху — это голова этого демона, а Кету — это его тело без головы. Поэтому Раху символизируют в гороскопе те неуемные желания, ненасытные, которые есть у человека. Это может быть желание импульсивное, совершенно нелогичное, несоответствующее вашей морали, логике, каким-то практичным соображениям и так далее. То есть это вот то наваждение, которое человек имеет. Планета Раху также связана с иллюзиями, которые человек имеет в той или иной сфере жизни. О всем об этом поговорим сегодня относительно первого дома и той ситуации, когда Раху стоит в первом, а Кету — в седьмом доме гороскопа. Находясь в первом доме, Раху дает акцент на себя, на свою личность, на свою подачу в мир, на свое тело. И из этого проистекают все психологические особенности, которые Раху дает из данного положения. Первая особенность — это все-таки достаточная степень эгоизма и зацикленности на себе. Эти люди постоянно направлены на свою личность, на то, чтобы изучить себя, наполнить себя, сделать себя более образованным и доработать. Именно и поэтому люди с Раху в первом доме часто становятся клиентами клиник пластической хирургии, какой-то доработки собственного тела. Это не всегда, конечно, именно через медицину проявляется. Возможно, человек будет всю жизнь просто дорабатывать себя, дорабатывать свое тело. Так или иначе, его кармическая задача и сфера его интересов, того, где постоянно лежит его голова, это как бы себя сделать более презентабельным, эффектным, достичь большей власти, большего уважения окружающих, как-то развить самопиар, себя преподать в этом мире. Вот это их акцентированность, их фокус. Люди эти могут быть достаточно странными. У них может быть какая-то странность в теле. Например, органы расположены не совсем так, как это характерно для всех других людей. Или какие-то другие особенности тела. Раху в первом доме может накладывать отпечаток на голову человека. Так как Раху символизирует тень, туман, то человек может быть взглядом с поволокой. Или, например, какой-то яркой родинкой на лице, шрамом на лице и другими отличительными особенностями, связанными с областью головы. Раху в первом доме дает стремление приобрести власть. Эти люди склонны к руководству, к тому, чтобы проявить себя в сфере коммерции и бизнеса. Они готовы сотрудничать с миром только на своих условиях. Они проецируют в мир свои интересы и свое видение. Им очень сложно понять и принять, что мир может быть немножко другим. Что люди могут иметь какие-то свои мотивы, свои способы взаимодействия и так далее. Все-таки люди с Раху в первом доме склонны навязывать свою волю. Тем не менее, Раху здесь дает интерес к иностранным культурам. Также Раху аспектирует девятый дом. Это положение говорит о том, что отец может быть иностранцем. Или может быть человек, который заменит отца. То есть какой-то чужак в роли отца. Вот эта тема чужака в роли для отца, она может красной линией пройти по их жизни. Потому что все планеты в первом доме очень важные. Очень важны их аспекты также. Что позитивного можно сказать от данной комбинации? То, что люди эти действительно изучат себя. Изучат то, какие они, как им нужно себя вести для того, чтобы произвести впечатление. Эти люди часто склонны к путешествиям. Потому что Раху у нас символизирует все касаемо иностранцев. И располагаясь в первом доме, Раху влияет и на седьмой дом. То есть жена может быть иностранка. И на пятый дом. Дети, родительства и обучение могут быть связаны с заграницей. И девятый дом, как я уже сказала, это отпечаток на жизнь отца. Так или иначе, эти люди часто добиваются материального успеха. Потому что Раху это материальный успех. Конечно, мы тут говорим о голом Раху, на который никто не влияет. Нет ни планет соединения, никаких других аспектов. Если есть позитивные соединения, например, соединение с Юпитером. Или аспект от Юпитера, от Венеры. Или какой-то экзальтированной планеты. То Раху обычно дает очень хорошие материальные плоды. И располагаясь в первом доме, он становится предвестником большого успеха. Если этот Раху поражен, то есть он находится в падении. Либо аспектирован планетой в падении. Или другими вредителями. То здесь, конечно, трактовка более негативная. Человек будет склонен к самообману, иллюзиям. Ему очень сложно воспринять этот мир таким, какой он есть. Он склонен к тому, чтобы впадать в зависимость от интоксикации. Ему невозможно посмотреть на этот мир беспрекрас. Он постоянно находится за какой-то дымкой своего индивидуального восприятия. И, конечно же, жизнь этого человека будет достаточно тяжелой. Раху в таком случае будет поражать его здоровье. Давать склонность к полноте, склонность к заболеваниям, связанным с ростом клеток. С ростом массы тела и так далее. Это достаточно проблемные вещи. Также раху в падении или раху под аспектами злых планет в первом доме, конечно, может давать гормональное расстройство. Ну и в самом наихудшем случае, если все совсем плохо, нет никаких других компенсаторных влияний. И весь гороскоп не очень хорош, то, конечно, дело может дойти до алкоголизма и наркомании. Но я призываю вас не судить о себе, о своих близких только по одному положению. Нужно анализировать не только весь гороскоп рождения, но еще и гороскоп Д9, гороскоп Д6, Д10 и множество других факторов учитывать. Но так или иначе раху в первом доме это нацеленность на материальные достижения, на то, чтобы себя сделать более властительным, более успешным. И в целом это, конечно, говорит о лидерских способностях человека и небольшой оторванности от реальности. Все-таки раху дает некоторые странности человеку. Этые странности могут быть в имидже его, в подаче, в эксцентричности и так далее. Давайте теперь поговорим о второй стороне медали. Это кету в седьмом доме. Раху и кету всегда напротив друг друга, между ними 180 градусов. И кету это отрубленное тело демона, как мы уже сказали. Кету ничего не хочет. Он хочет спокойствия, он хочет, чтобы эта неуемная голова успокоилась и ничего больше не происходило. Поэтому нахождение кету в каком-нибудь доме говорит о том, что там чуть меньше энергии, чем в других областях. И то, что кету располагается в седьмом доме брака и отношений, говорит о том, что этот человек не имеет глубокой потребности иметь постоянного партнера рядом. Не имеет большой потребности быть в эмоциональном контакте с этим партнером. Конечно, такие люди женятся, но, кстати, немножко позже, чем другие. Они спокойно всегда очень относятся к браку. У них нет цели выйти замуж или жениться. Все обычно происходит само собой. Но так или иначе, им приходится, конечно, хлебануть и семейной жизни. И в этой семейной жизни их партнер может отказываться от них. Вот эта планета кету в свои периоды под периоды может давать периоды отстранений, разлук с партнером и даже ту ситуацию, когда их партнер отказывается вступать с ними либо в сексуальные взаимоотношения, либо жить под одной крышей. Так или иначе, какие-то разлуки неизбежны. Конечно, если кету аспектирован и соединен с добрыми планетами, это даст немножко другую трактовку. Партнер, супруг, супруга такого человека будут духовными, настроенными на то, чтобы отдавать, а не брать. Они будут спокойными, могут встретиться им на какой-нибудь духовной лекции, семинаре, в храме, на какой-то ритуальной церемонии и так далее. То есть они как-то будут их поднимать туда, к небесам, к теме вечного, к теме самопознания и так далее. С их раху, который аспектирует Девятый дом, этим людям это очень полезно. Это влияние хорошего кету в седьмом доме, хороший кету это когда диспозитор его располагается благоприятно. И кету имеет какие-то поддерживающие факторы от добрых планет, либо соединение, либо аспект, либо хотя бы нахождение в доброй Накшатре. Ну, цикл по Накшатрам у нас на канале уже есть, я оставлю ссылочку внизу, поэтому изучайте раху и кету в Накшатрах, это даст вам более детальную проработку. Особенность положения кету в седьмом доме это то, что кету может дать неортодоксальный брак, то есть не характерный для той культуры, в которой человек живет. Это может быть брак с иностранцем, странный какой-то брак, формат брака, либо партнер будет какой-нибудь странный. Ну, в общем, здесь, конечно, в браке будут проявлены некоторые странности. А что еще самое последнее, но далеко не самое неважное, это то, что кету в седьмом доме дает стремление быть изолированным от своего партнера. В браке, во взаимоотношениях эти люди хотят иметь свое пространство. Для них очень важно, ну, вот тут даже никакого другого слова не подберешь, быть изолированными, иметь возможность скрыться, иметь возможность отсоединиться от партнера, конечно, не каждого это устроит, такие отношения. Но так или иначе, эти люди более склонны к самодостаточности, к тому, чтобы не иметь мании, рядом с собой держать кого-то, меньше в их жизни случайных каких-то связей, никчемных, или просто для того, чтобы не быть одним. Но это, в общем-то, я считаю, позитивный фактор. Вот таким был мой анализ положения Раху и Кету. Раху в первом доме Кету в седьмом. Я думаю, что эта серия видео будет долгая, но очень интересная. Призываю вас еще, когда вы анализируете положение Раху и Кету, обращать внимание не только на Накшатры, но и на знаки Зодиака, в которых находятся эти Раху и Кету. Вся эта композиция Раху в домах, Раху в знаке Зодиака и Раху в Накшатре даст вам понимание действительно той кармической задачи, которая лежит перед человеком в данном воплощении. Вот таким был мой анализ Раху и Кету. Оставайтесь на моем канале, приходите в школу учиться. Оставлю внизу курс по прогнозам. И с вами была Татьяна Калинина. Всем пока-пока!